Гетмовис Кто такие фиксики? Большой-большой секрет Кто такие фиксики? Большой-большой секрет Бутерброд Неправильно, Дадим Димыч, бутерброд ешь! Тебе же телефон мешает! Олик, не говори по-заду! Ого, проиграл! Да это закон подлости какой-то! Это закон бутерброда! Закон бутерброда? Такого не существует! Говорят, что бутерброд всегда падает на основу вниз Ученые над этим смеются, но доля правды тут есть Во-первых, бутерброд обычно летит невысоко, со стола И успевает сделать только пол оборота Во-вторых, сторона с маслом более плотная и лучше притягивается к земле А в-третьих, люди просто чаще помнят про свои неудачи Вот и считают, что бутерброд всегда падает неправильно Ерунда! Не верю я в этот закон Давай проведем опыт, ты же можешь еще бутерброды сделать Да чего их делать? Бутерброд это просто Положил на хлеб что-нибудь и готово Тогда поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вареньем вниз Ага, и сыра вниз И ореховой пасте не повезло И колбаса туда же! Теперь веришь? Нет Давай еще Надо кинуть по-другому Ой, а больше ничего нет Есть! Индейка! Какая идейка? Вот же лежит Бери вон ту на тарелке Твоя мама уже приготовила Ну, вся надежда на тебя Ага, что я говорю, Эрил Хулиганы, вы зачем едой кидаетесь? Разве так можно? Отдайте! Мы закон бутерброда проверяем Оно и видно Вот и мама обрадуется Кладите уже на тарелку скорее Тяжело этот ваш бутерброд держать Вот хорошо Дим Димыч Ты хоть представляешь, какая индейка полезная? И вкусная, наверное Там же целая куча белков, витаминов И этих, как их, микроэлементов И еще, если ты съешь эту индейку То вырастешь на целый сантиметр Я так думаю Да, и сил прибавится Тебе ведь еще кухню убирать Человек ест, чтобы быть сильным А еще, чтобы растить и развиваться Вот посмотрите, какие разные продукты Как вы думаете, есть в них что-то общее? Представьте себе, да Это питательные вещества Белки, жиры и углеводы Сочетать их правильно в еде Целая наука Например, жиры и углеводы Дают человеку энергию А белки очень ценные для детей Которые быстро растут Люди любят, когда еда вкусная Свежая и разнообразная Пусть у вас на столе Будут и салаты, и супы, и каши, и пюре И котлетки всякие Но не только бутерброды Но если нужно перекусить То хороший бутерброд Который приготовит даже ребенок Не поняла, а куда весь хлеб делся? Последний кусок остался Я опыт проводил Научный А, ну что ж, наука требует жертв Во всяком случае, научный опыт Это гораздо лучше, чем целыми днями В телефоне сидеть Да? Угу А можно мне еще? Очень уж индейка сегодня вкусная Вот ведь закон подлости Нет, это закон бутерброда Слышали? Закон есть закон Сито Пап, а мама скоро прилетит со своей конференции? Через час Чем бы ее порадовать? Может испечем булочки с изюмом? Она любит Отличная идея А где тут рецепты? Что ищем? Ой, рецепт Посмотри в ящике у плиты Спасибо Нашел Замечательно Так, что нам нужно? Молоко Мука Яйца Изюм и корицу не видел? Корица здесь А изюма нет А изюма нет Может без него? Мама любит С изюмом В магазин уже не успеем Каша! У нас есть каша! И что? А в ней изюм Дим Димыч, ты гений! Поручаю изюм тебе Дим Димыч А чем мама тесто замешивает? Миксером Миксером попробуй А это мысль Не густо у тебя изюма А ты Ты тоже тесто еще не замесил? Ну, с миксером это быстро Ладно, ладно Посмотрим, кто быстрее Давай, скорей! Скорей! Какой ты неловкий Если вы такие ловкие То помогли бы Ладно, поможем Ну, лови! Что там у вас? Фу, сверху все собрали Надо нырять Ну, ныряйте! Давайте быстрее Папа уже почти наладил миксер Где изюм? Там темно Изюма не видно Ну, поныряйте еще Нет, так не пойдет Нужен фильтр Чтобы очистить зерна от шелухи Воздух от пыли Воду от вредных веществ Используют фильтры Самый простой фильтр Это металлическая сетка Такие фильтры стоят в стиральных И посудомойченных машинах Они очищают воду Задерживая мелкий мусор и песчинки Благодаря этому машины лучше работают И долго не ломаются Проще говоря, фильтр Помогает отделить нужное От ненужного Я видел у мамы такую сетку Правильно Она называется сито Держи сито над тарелкой А теперь сыпь кашу И тряси Чтобы хлопья просеялись А изюм остался Папа уже миксер включил Прези быстрее Пап, от тебя брензги по всей кухне Миксер слишком мощный Тесто слишком жидкое Пусть муки добавит Муки добавит Точно И откуда ты все знаешь? Виси еще Батя, в сети уже один изюм Ух ты, получилось Пап Что? Изюм нужен Ого, как ты сумел так быстро? С помощью пика Все слышали историю про Золушку Злая мачеха не пустила ее на бал А вместо этого высыпала в залу мешок гороха И велела Золушке весь его оттуда выбрать Но мало кто знает, что именно фиксики помогли ей отделить горох от золы С помощью сито Да-да, Золушка дружила с фиксиками Следы фиксиков можно найти и в других сказках Мальчик с пальчиком или дюймовочка вам никого не напоминают? Откуда взялись в сказках эти маленькие человечки? Очень может быть, что когда-то давно Сказочник просто попался на глаза какой-то неосторожный фиксик С этого и начались многие сказки А у нас сюрприз Та-дам! Булочки! Кто это придумал? Тим Димыч Ммм, как вкусно А рецепт откуда? Тим Димыч нашел С изюмом Как я люблю Это Тим Димыч нафильтровал Вот молодец, Тим Димыч Неужели все сам? А кто же еще? Электрочайник Четыре Ммм Младим Димыч еще разок Ммм Давай, давай, еще чуточку Ммм Пять Не считается, не считается Надо до подбородка Ох, все, больше не могу Слабак Сам ты, Нолик, слабак Просто я проволодался, поэтому сила уменьшилась Ты раб желудка Вы, люди эти, вы отличаетесь от нас Фиксиков Некоторые думают, что фиксики питаются объедками со стола людей Или еще хуже Воруют еду из холодильника Это клевета А проще говоря, бронье Фиксикам вообще не нужна человеческая еда Вы спросите, откуда же они берут жизненную энергию? Все очень просто Вся жизнь фиксиков связана с приборами Фиксики не только живут в приборах Но и ухаживают за ними Продлевают им жизнь А приборы, в свою очередь, делятся с фиксиками Частью своей энергии Вот как фиксики помогают приборам А приборы фиксикам В науке это называется симбиоз И никаких объедков Мы же не тараканы Мы фиксики Неужели ты такой большой? Или можешь себе еду приготовить? Я-то могу Только мне плиту включать не разрешают А без плиты не так? Точно У нас же есть овсянка Вот Любишь кашу? Скажешь тоже Но родители говорят, что она силы прибавляет Класс! А как ее готовить? Надо Просто залить хлопья кипятком А чайник меня включать можно Стой! Проверь воду Если в чайнике нет воды, он может сгореть Вода есть Тогда включай Интересно А как чайник узнает, когда ему надо выключиться? В чайнике есть электрический нагреватель, спрятанный под его дном Если включить нагреватель, он постепенно доведет воду до кипения От кипящей воды начинает валить пар, который разогревает специальную металлическую пластину Пластина от этого выгибается и нажимает на выключатель Выходит, что чайник отключается тогда, когда чувствует, что вода вскипела Теперь понятно А зачем три тарелки? Мы с Симкой есть не будем Это не вам, а папе с мамой Сыпь сюда Нет, сначала сюда А я говорю сюда А я говорю сначала ко мне Ой, Нолик, ты где? Сейчас я его найду Симка Она была здесь Нолик А он здесь Симка Здесь Нолик Здесь Ой Ой, а где твой ботинок? А он в каше Заблудился Это, наверное, твои родители Бежим Эй, а как же ботинок? Ничего У меня запасной есть Дим Димыч, привет Мы пришли Сейчас тебя покормим Это я вас сейчас покормлю Чайник уже вскипел Мойте руки Дим Димыч, не трогай без меня Чайник Обожжешься кипятком Значит, сегодня у нас на ужин Овсянка А ничего другого нет? Зачем другое? Вы же сами говорили, что каша полезна Одни силы прибавляются Ну да Говорили Теперь приходится за свои слова отвечать Вкусно? Очень Ой, что это? А, ботинок нашелся Что? Ничего, ничего Кушайте, кушайте Не отвлекайтесь Когда я ем, я глух и нем А кто не доест кашу Останется без конфет Духовка Внимание! Смертельный номер! Нолик, стой! Я не Нолик, я акробат! Упадешь Не упаду! Угу, как же Вечно ты вляпываешься во всякие истории А я потом должна тебя вытаскивать Ой-ой-ой, падаю! О-о-о? Держись! Не-е-е-е-е! Я пошутил! Нолик, ты балбес! Синька, Шпуля! Мы здесь! Ну и кто из нас вляпался? Ничего смешного Вам помочь? Без тебя обойдемся Да, жпуля? Как хотите, тогда я побежал Надо вылезать Это мама Дима Димыча Внятимся Привет, Дим Димыч Нолик, ты вовремя Садись, прокачу Где мы? В духовке Тут красиво и не жарко Прелесть Это пока не жарко Духовка только начала греться Духовка это шкафчик Подогревом Здесь бывает такая жара Что можно легко и жариться Собственно, для этого духовка и нужна В ней запекают мясо и готовят пироги Одни духовки нагреваются горящим газом Другие электричеством В них специальный электрический нагреватель Раскаляется сам и нагревает все вокруг Будьте осторожны Горячая духовка может больно обжечь Фух, жарковато становится Надо скорее забираться Димка, мы сейчас зажаримся Да, и будет пирог с фиксиками Я не хочу А я хочу Держись крепче Бежим! Осторожно! Упадешь! Ты, Дим Димыч, как симпа Она тоже так говорила И сама же упала Прямо в тесто Весь из-за шкури Мамин пирог, что ли? Ага Наверное, до сих пор вылезти не могут Дим Димыч, пирог готов Не хочешь попробовать? Где же они? Может, они превратились в винтики И сейчас там, в пироге Давай искать! Ты что делаешь? Ешь нормально Аккуратней Супы не сломай Первой плитой в древних жилищах Была просто яма с костром Пища готовилась на углях Потом яму сменила печь Пищи стояли в каждом доме Каменные, глиняные, чугунные В печах жгли дрова или уголь На этом тепле можно было сварить суп Или испечь пирог В девятнадцатом веке изобрели газовую плиту Она, конечно, намного удобнее дровяной печи Секунда, и газ уже горит Несколько минут, и вода уже кипит Однако пользоваться газом небезопасно Если трубы неисправны, газ может сорваться Другое дело, электрические плиты или духовки В них нет открытого огня Но жарят, варят и пекут они отлично Дим Димыч, ты не лопнешь Такой вкусный пирог Оторваться не могу Шуй, Дим Димыч Я больше не могу А что это вы здесь делаете? Как что? Вас спасаем Так вы не в пироге? Зачем же я тогда его съел? Почти весь Наверное, потому что ты хороший друг Ага, хороший друг с очень хорошим аппетитом Витамины Семью пять Тридцать пять Семью шесть Эм... Дим Димыч, ты собрался? Куда? Гулять! Уже забыл? Ой, да Да у меня вообще что-то с памятью Учу, учу таблицу умножения И никак Чтобы укрепить память, надо есть витамины Витамины? Ну, как успехи, Дим Димыч? Никак Память у меня дырявая И учить бесполезно Ну-ну, полезно А память мы укрепим витаминами О, и ты про витамины А кто еще? Да так, друзья Ну ладно Витамины для человека очень важны Хотя их нужно совсем немного Например, витамин А Необходим для хорошего зрения И нормального роста Витамин С не дает организму болеть Витамин Д укрепляет зубы и кости Обычно человек получает витамины с овощами Фруктами, молоком И другими свежими продуктами А если витамина все равно не хватает То врачи рекомендуют Специальные витаминные таблетки Так Доставай овощи и фрукты И ягоды В них тоже много витаминов Будем укреплять твою память витаминами А заодно Учить таблицу умножения Значит так В каждой кучке три черешни Дим Димыч съел пять кучек Давай ешь, ешь В задаче спрашивается Сколько черешин съел Дим Димыч? Я не знаю Что-что? Я не знаю Считай по косточкам Пятнадцать Пятнадцать Правильно Значит три умножить на пять будет пятнадцать А теперь моя задачка Дим Димыч съел три пары яблок Это легко Шесть получается Просто я больше яблок не нашел Ты, Дим Димыч, не облынила В задаче сказано, что яблоки надо съесть Там же витамины Дим 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 Д Что? Я больше не могу Ешь, там витамины Все равно морковки не хватит, чтобы научиться умножать на 9 Ладно, я тебе помогу Чтобы умножить 2 на 3, нужно просто сложить 3 двойки Гораздо труднее 2 умножить на 9 Слишком долго складывать Поэтому в школе таблицу умножения просто учат наизусть Но здесь легкий способ умножать на 9 без таблицы и калькулятора Допустим, тебе надо умножить 3 на 9 Положи ладони на стол перед собой Отсчитай слева третий палец и загни его Теперь смотри Слева от загнутого пальца осталось 2 А справа 7 пальцев Соединяем 2 и 7 Получаем 27, понял? Контрольный пример Сколько будет 7 на 9? Тут 6, а тут 3 Правильно, 63 Дим Димыч, ты это все съел? Ты же и сама сказала Мне нужны витамины Вот, я тебе принесла витамины Так мало? Почему мало? Тут их на целый месяц хватит Вот попробуй, они очень полезные И вкусные Да, уж вкуснее лука И редиски А можно еще? Нет, нет Одной витаминки в день достаточно О, вспомнил Я такую же баночку с зеленой крышкой У Кати видел Кстати, давай проверим твою таблицу умножения Если вы вдвоем с Катей съедаете в день 2 витаминки То, сколько вы съедите за 9 дней? 18 Молодец Явный прогресс Витамины помогают Шоколад Дим Димыч, разворачивай уже Давай утро Так хочется игрушку посмотреть Терпи, Нолик Все, я спать И без меня не трогай Ты тоже без меня не открывай Договорились Спокойной ночи Ага А что это ты тут делаешь? Я? А я тут А, это же шоколадный шар с игрушкой Как интересно Мне тоже Развернем и посмотрим Нельзя У нас с Дим Димычем уговор Но тихонько Он не заметит Вот шоколадка Нельзя недоста Даже на ней обертка есть Как же прекрасно Сладкая шоколадка Развернуть и ее и съесть Да, посмотрели Дим Димыч не обрадуется, когда узнает, что вы шоколадный шар трогали А ты что, его не трогал? Нет А это тогда что? Шоколад? Причем самый настоящий молочный шоколад Вот написано Главное в шоколаде Это какао-бобы Их обжаривают, гробят и мелко трут Затем из тертого какао отжимают масло Если смешать масло, какао и сахар Будет горький шоколад А если добавить молоко Получится молочный Остается только нагреть Разлить формочки и охладить В шоколад любят добавлять изюм и орехи А иногда попадаются шоколадки с цветами И даже с сою Поначалу шоколад не ели, а пили Обжаренные бобы смешивали с водой И добавляли острый перец Не каждый взрослый мог его пить Ребенок и подавно Зато сейчас Шоколад любимое лакомство Всех детей и взрослых Как теперь все склеить? Может скотчем? Ты что? Мы нагреем шоколад, чтобы он стал мягким А потом слепим новый шар А чтобы он затвердел Охладил Что с шоколадкой? С ней не каладки От половинки не слита Так все понятно Это же шоколадка Так и бывает у них Всегда! 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 Стреливись! Все, давайте игрушку А мы ее так и не посмотрели Красивая! Дим Димычу понравится Стойте! У меня другая идея! Вновь шоколадка В полном порядке Снова на ней обертка есть Как же прекрасно Новая шоколадка Я постараюсь ее съесть Привет! Ой, что это? Ах, шоколадный шар? Надо же! Неужели с игрушкой? Угу Сейчас Нолика дождемся И откроем А без него никак? Нет У нас уговор Ммм Вкусная шоколадка, наверное Съел бы кусочек Ну хорошо Шоколад я съем А игрушку без Нолика Не откроем Ммм Вкусно Тебе что, неинтересно, что внутри? Мы не скажем Ладно Посмотрим И сразу закроем И это все? Берей! Нолик? Ух ты! Как ты тут оказался? Сюрприз! Хм Ты был в контейнере А контейнер в шоколадном шаре А шар Да Этого не может быть! Аааа Это вы ему помогли Немножко Постой, Нолик Ты же обещал без меня шоколадный шар не трогать Ты тоже обещал без меня его не открывать КОФЕВАРКА 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 ПЕРЕЛИЩИ Дим Димыч, привет! Собрался в школу? Ага А ты? А я сегодня Мася помогаю Еще трое пациентов? Ну когда же я это все успею? Мне новое оборудование получать И еще занятия по обмену опытом проводить Ну ладно Что-нибудь придумаю Ааа Доброе лучше У кого доброе? А у кого сегодня дел выше крыши? Так Сегодня меня спасет только чашка кофе Ну вот Не хватало еще и опоздать КОФЕВАРКА начала самоочистку Нужно подождать Ну давай уже, ну Ты будешь работать или нет? Бедная кофеварочка Бедная мама Дим Димыча Работай Включайся же ты Да что же за день такой сегодня? Мам, ну ты чего? Давай я попробую Все, не могу будешь Надо помочь Надеюсь, там ничего не сломалось Отвлеки маму Мы все наладим Мам, а если кофеварка прямо сейчас заработает То твой день будет спасен? Угу Раньше кофеварки только греяли воду и пропускали ее сквозь молотые кофейные зерна Устройства нового поколения чаще называют кофемашинами Они умеют намного больше Даже чистят сами себя от накипи А еще варят кофе нужной крепости Добавляют молоко и сахар И главное, измельчают зерна прямо перед заваркой Нажмешь кнопку и свежий кофе готов А запах Главное, обращаться с кофеваркой по-доброму Тогда она постоит и сама заработает Не говори ерунду Сначала перезагрузим Симка, разомкни и замкни тот контакт Угу Ну вот, а я что говорил? Кофеварка не живая Это просто железяка Тогда почему ты ее ударила? А вот если ее погладить Она заурчит Слышишь? Ей нравится Кофеварка, подмигни, когда будешь готова Сигнал на дисплей Угу Видишь, она отвечает И правда, как живая Ну, кофеварка, вари Не может быть Это лишь И маленький сюрприз Только не выдай нас Не понимаю Как это? Просто правильное обращение с техникой И вот результат Волшебный вкус кофе Первыми оценили арабы Поэтому его самый известный вид Называется арабика Посельное дерево растет в разных концах света В горах, где тепло и влажно Ягоды кофе плотно-плотно усеивают ветки Правда, для приготовления напитка Нужны не ягоды А только их зерна Их обжаривают и измельчают А потом добавляют горячей воды Разные народы пьют кофе по-разному Горячим или холодным С сахаром, молоком Мороженым, корицей, имбирем Даже с солью и перцем Говорят, что кофе бодрит И помогает справиться с усталостью Правда, пить его надо в меру Дим Димыч, ты просто волшебник Она поверила Удивительно Я не думала, что какая-то кофеварка Так тонко все чувствует Бедная Прости меня Это еще что? Когда с ней обращаются по-человечески Она даже Даже Спеть может Ах, мой милый Августин Августин, Августин А слышится же такое Ты меня совсем заколдовал Дим Димыч Я пойду Августин Ах, мой милый Августин Ты чего запела? Извини, увлеклась Да, я тоже А спой еще раз песенку Ах, мой милый Августин Августин, Августин Ах, мой милый Августин Все прошло, прошло Сковородка Я-ху Кожешь так? Легко А так Ииии Ох, я Так я даже На коньках смогу Да я на коньках Десять раз прыгну А я сто И с закрытыми глазами Покажи А катка нет Будет Что будет? Каток Где? В сковородке Готовьте коньки Спорщики Фиксики Обожают спорт Фиксики Папы Любят тяжелую атлетику А фиксики Мамы Предпочитают Гимнастику Дети Устраивают Чемпионаты По полетам На фикси-бордах Или состязаются В паркуре Это когда Нужно бегать Прыгать И перепрыгивать Через любые Препятствия Такие соревнования Обычно хороши Внутри сложных приборов Там же устраивают И спортивное ориентирование При помощи карты Проходят Заковыристый маршрут И не просто так А через определенные точки Ну а самая любимая Забава фиксиков Прятки В этом с ними Никто не сравнится Не верите? Хе-хе Оп-ля Коток готов Ну, кто первый? Давай, Нолик А прыгать кто будет? Ого, класс! Это все? Нет, не все Нолик 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 Не получится Разбон маленький А-а-а! Ой! Ха-ха-ха Я больше не могу У меня травма Ну-ну Все понятно Хвостун А теперь ты Симка Смотрите и учитесь Мальчишки Ля-ля 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 Ого Нолик, без вариантов. Как всегда, мне помешало, а сама сейчас выиграет. А ты очень хочешь победить? Ага. Видишь, Соль? Ты хочешь ей посолить? Немножко. Если лёд посолить, он растает. Симка, ты обещала кататься с закрытыми глазами. Пожалуйста. Что? Слабо? Вот ещё. Раз. Два. И три. Ай! А что? Специально? Это же не честно. Ну ты же всё равно сто раз не прыгнешь. Ну давай всё сначала. Только по-честному. Ой, а тут на сковородке царапина. Что? Только не это. На сковороде жарят всё подряд. Мясо, рыбу, овощи. Чтобы еда не пригорала, современные сковородки делают с антипригарным покрытием. Например, с сифоном. На них можно готовить даже без масла. И мыть легко. Но обращаться с такой посудой надо аккуратно. Не стоит пользоваться металлическими лопатками или дюками. Ведь готовить на сковородке с царапинами нельзя. Это вредно для здоровья. Да, сковородка испорчена. Всё из-за вашего спора. Всё из-за того, что кто-то жульничал. Мама. Симка, помоги, пожалуйста. Я любое желание выполню. Три. Пять. Пять? Ладно, помогу. Если вы подпрыгнете на одной ноге, сто ра. Да хоть двести. Дим Димыч, сейчас будем печь блинчики. Ты дышишь. Ммм. Блины чудесные. Отличная сковородка. Ты чего прыгаешь? Ногу тренирую. А ты всё равно сто раз не прыгнул бы. Спорим. А-а. Сбитые сливки. Ноль, хватит прыгать. Голова отвалится. Нет, не отвалится. Угу, хорошо. Ага, до встречи. Куда собрался? Симкин. Никуда. Это Катя ко мне придёт. Будем уроки делать. И клубнику есть. Ага, что ли? Клубнику принесёт? Ну да. А с меня взбитые сливки. Чтобы вкуснее было. А сливки-то у тебя есть? Сейчас проверим. Я с вами. Симка, а из чего сливки делают? Из молока. А молоко корова даёт. А взбитые сливки. Корова прыгает, как ты. Вот сливки и взбиваются. Правда? Шучу. Всё обыскал. Обычные сливки есть. А взбитых нет. Не беда. Мы их сейчас взобьём. Разобьём. Сливки – это густое молоко. Чтобы взбить сливки, их нужно охладить, подсахарить, а потом хорошенько поверкать и потрясти. Тогда они наполняются пудырьками воздуха и превращаются в такую вкусную белую пену. Только главное не перестараться, а то вместо того, чтобы стать воздушными, сливки станут ещё более густыми и плотными и превращаться в сливочное масло. А чё будем взбивать? Вот. Венчиком. Ой! Стой! Стой! Ну как? Не взбиваются. Может, нужна другая посуда? Бутылка подойдёт? А что? Это мысль. Теперь сливки не разоются. Давай двумя. Давай, 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 давай. Ай, ну ещё, ещё постарайся, гемливый. Всё, не могу больше. Сливки какие были, такие и остались. Плохо старался. Ах так? Тогда сам и взбивай. Придумала. Вот кто нам поможет. Кусачка. А, понял. Ниже, ниже. Вот так. Запускай. Кусачка, 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 скоряй. Кусачка, кусачка, скоряй. Телефон. Эй, Стой, круче, всем на водосе прыгай. Ю-ху. Да? А почему? Жалко. Нет, конечно, приходи. Не достанешь. Не поймаешь. Ух, как же я устал. Зато сливки, наверное, взбить. Ой, нет, тут не сливки, а что-то жёлтое. Это же масло. Перестарались. Чего только не делают из обыкновенного молока. И сливки, и масло, и крем для пирожных. Если молоко сгустить и добавить сахар, получится сгущенка. А если охладить, выйдет мороженое. Даже если молоко скисло, не беда. Из кислого молока делают разные йогурты. А ещё кефир, ряженку, сметану, простоквашу. Удалите из кислого молока лишнюю воду, и получится творог. А если творог правильно сварить, он превратится в сыр. А уж сколько разных сыров есть на свете. И не перечесть. Даже шоколадку без молока не сделать. Согласитесь, что обыкновенное молоко – это вещь необыкновенная. Просто волшебная. Катастрофа! Что, Катя не придёт? Придёт. Только без клубники. Из неё Катина бабушка уже варенье сварила. Так взбитые сливки больше не нужны? Нет. Катя принесёт кекс. Говорит, ему нужно масло. А масло-то у нас есть? Масло? Да полно! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет!